Всем привет, меня зовут Женя Гейн и я хочу начать этот влог с небольшого обращения к моим зрителям, может быть кто-то из вас сможет помочь. Дело в том, что мой банк, в котором хранятся все мои сбережения, деньги, банк Астана, он не дает мои деньги мне обратно, он заблокировал мой депозит, я не могу деньги ни снять, ни вывести, ни рассчитаться онлайн, я ничего не могу сделать. Продолжается это примерно полгода, в начале банк ввел лимиты, просто в один прекрасный день он объявил о том, что вы теперь не можете снимать большую сумму, примерно 130 долларов в месяц, представьте себе, за границей. Я за границей могу снимать этот лимит, но сами понимаете, 130 долларов в Америке это вообще ничего. У меня большая сумма на депозит в долларах, но я не могу вывести уже даже ни копеечки, потому что раньше я могла с депозита на карту виза перекинуть деньги, а теперь они отменили эту функцию. Я даже с депозита своего не могу в пределах лимита перевести сумму, чтобы снять хотя бы 130 долларов в месяц. Банк просто оборзел, они никак не отвечают на комментарии, они кормят всех завтраками, продолжается это примерно полгода, уже полгода банк не объявляет себя банкротом, просто взяли и заморозили, украли деньги граждан. Я не одна, такая не одна, я с такой проблемой, очень много пострадавших людей. Представьте себе, у кого-то были операции дорогостоящие запланированные, люди хранили деньги на операции, на учебу детям. Кто-то полетел за границу, чтобы учиться, дети, я знаю, что мне стали писать, и считаете, заблокировали, и детям не могли оплатить учебу за границу. Я здесь хотела заплатить за квартиру, у меня блок, ничего я не могу сделать, банк ввел лимиты, я не могу забрать собственные деньги. И этот кошмар продолжается до сих пор, банк не объявляет себя банкротом, он просто молчит, прячется, нацбанк не помогает. Чтобы вы понимали, в суд подавать бесполезно на данном этапе, уже просто консультировались с юристами, люди боятся каких-либо демонстраций, потому что у нас это все быстро пресекается. СМИ молчит, никакой огласки нигде нет, все просто спрятались, боятся. Я написала огромный пост в Инстаграме, может быть, хоть как-то смогу повлиять, потому что эта проблема коснулась и меня, мою семью. Я с маленьким ребенком осталась за границей с балансом ноль, мои руки просто связали, и я не смогла на тот момент ничего предпринять. Это был кошмар, хочу, что у меня есть родители, которые мне помогли вовремя, и я смогла как-то быстро реабилитироваться. Но факт остается фактом, деньги украли, деньги не возвращают никаких комментариев, ничего. Если кто-то из вас владеет хоть какой-либо информацией, напишите, помогите, распространите это видео, потому что это кошмар, это беспредел, такого не должно быть. Как может происходить такое в современном обществе, где человек, простой человек, просто не может ничего сделать, ничего. Никто не может помочь простому человеку. Чтобы вы понимали, есть гарантированное страхование, мы можем забрать свои деньги, определенная сумма покрывает каждый вклад. Но мы не можем пока ничего сделать, потому что банк не объявляет себя банкротом, нет никаких вообще действий со стороны банков, поэтому даже гарантированный фонд нам не дает никаких гарантий, потому что банк молчит и не объявляет себя банкротом уже полгода, полгода. Привет, привет, вы на канале Сара Е, и с нами сегодня хомяк. Хомяк распаковывать посылку. Не поверите, нам доставили посылку, и как раз у Кати на канале вышло видео, где они получили мою посылку из Америки. Можно посмотреть. Катя Сайбель. О, вот эти вот вкусняшки для Клима. Да, Катя просила. Женя, спасибо большое, Клим будет в восторге. Ну, я спросила, что тебе передать, она говорит, только хлопья. Итак, мы раскрываем посылочку из Казахстана. Соскучилась? Вау, что тут у нас? Майонез! Ха-ха, провансаль! Блин, прикольно! Что еще? Смотри, чтобы хомяк тут не поел ничего. Вот, шоколадки казахстанские. Вау, вау, супер! Чоколад. Конфетки, да, разные. Сухарики сдобные. Ой, да, я скучала. Спасибо. Затем печенье на здоровье. А, это вафли, вафли на здоровье. Я помню, это Рахат. Рахат фирма. Это у нас Назик. Печенье укус пчелы. Я тоже помню, это мои мамы любимые печенья. Она, когда прилетала в Казахстан, она всегда их покупала в Назике. Ой, Катя, спасибо большое. А здесь миллиард этих конфет. Да, миллиард конфет тебе надолго. Колбаса! Колбаса будет в Англии, Джей! Сара! Колбаса! Дай я просто почитаю, что за колбаска. Конная, по-моему. Конская. Конская колбаса от Бижан. Блин, Катя, ты молодец. Спасибо огромное. Здесь что-то тоже мясное. Это бекер. И это карбонат. Тебе передает... Сырокопченый. Ух ты, спасибо, класс. Тебе передает Доре привет. Классно, что герметичная упаковка. И ничего не испортится. Можно передавать такие посылки. А здесь у нас тоже конина сырокопченая. Вау! Вот это да! Казы! Сара, козы! Какие козы? Это конная колбаса. У бабушки ела такую? Из лошадки. Она какашку. Ну ты что говоришь? Это казы. Вау! Я так соскучилась. Спасибо, ребята. Да, по-моему, это похоже на какашку. Да, Сара! Нельзя так говорить. Смотри, клёцки. Писташки по-домашнему. Это макароны. Я это тебе никогда не кружу. Покажи. Шоколад в виде денег. Тенге! Вау! Это что, настоящие деньги? Или это шоколад? Это нет, обложка шоколада. Но это в Казахстане такие купюры у нас, банкноты. 500 тысяч тенге. Там я вижу 200, 2 тысячи. Спасибо, ребята. У меня больше нет слов. Семечки. Джин. Блу-чиз. Так, ну он, по-моему, потаял немного. Что-то с ним прям произошло. С сгущенкой? Не, не сгущенкой. Это мунблан. Всё, мои деньги. Чурчелла. Вау! Мои тенге идут ко мне. Вкусно как. Тенге. Вот ещё Казахстан. Казахстанский шоколад премиум. А ну возьмём такую вот шоколадку. Юле в гости подарим. Что? Вау! Молоко, молочные коктейли. Такие, кстати, пила в Казахстане. Скажи спасибо, ребята. Спасибо большое. Класс. А это курт. Вот я говорю, Катя, мне курт положи. Катя попросила хлопья разноцветные. Я говорю, а мне курт. Вот то, что я хочу погрызть солёненького иногда. Вкусно. Спасибо. Все их знают. Я знаю эту шоколадку, да. Вкусная очень. Эта шоколадка очень вкусная. Индейка сырокопчёная ещё. Вау! Ну вы мне мясо наложили. Истинно казахстанская посылка с мясом. Молодцы, ребят. Спасибо вам большое. Вкуснятина! Ну я думаю, что Катин канал знают все. Но ссылочку я под видео оставлю на всякий случай. Нравится шоколадка? Нас кормят не только зрители, но и блогеры. Блогеры друг друга тоже кормят. Видите? Мы сейчас едем в Сен-Пит. Нас Юля пригласила к себе в гости на борщ. Она будет готовить борщ. Я везу к ней сырокопчёную свинину, которую передала Катя Сайбельна. И шоколадка. Казахстан, потому что Юля жила когда-то в Калтургане. Я думаю, ей будет приятно. Ещё у нас такой ливень начался. Вообще сейчас сезон ураганов, дождей. Каждый день идёт дождь. Каждый день. Но недолго идёт. Примерно по 10-15 минут. И тепло. То есть не холодный, не холодный дождь. Это радует. Хотя бы это радует. Мы хотели пойти на пляж, но я думаю, что у нас не получится сегодня. Сегодня я буду делать макияж. Учить макияж у девушек Юлечку и Баби. И принесла я очень много косметики. И мы решили... В общем, Юля нас встречает очень красиво. Cheers! Сначала оператив, А потом борщ. Да. Юля приготовила борщ. Да. Можно я сниму? Пожалуйста, конечно. Смотри. Это настоящая хозяйка. Я готовила красный борщ. Вообще. Прям как надо. Всё, что нужно. Всё есть там. Какая молодец. По рецепту в Ютьюбе? По рецепту мама не. А, ну... Ну, попробуем, попробуем. У каждой хозяйки свой борщ получается. Всегда разный. Окей. В общем, я принесла кучу косметики. Майкап всё это у меня в коробку поместилось. Ну вот, я разложила маленькую часть, всё, что смогла взять с собой, такое более-менее базовое, чтобы показать девчонкам, что куда наносить, что нужно, в принципе. Надеюсь, я ничего не забыла. Вот, Юля без макияжа, очень красивая, свежая, молодая, young woman. Посмотрим, что... Эра, yes. For your eyes. Yes. And your face lifted. It's visual effect. Yes. Yes. Всё, я накрасила девчонок. Посмотрите, какие красотки. Мы не можем селфи набраться теперь. Очень красивые. Я говорю, может, мне пойти тут визажистом работать? Обязательно, не шумообразом. Е-маст, е-маст. Потому что прям супер получилось. Угу. Красотули. Мы сегодня остаёмся спать у Юли. У них гостевая комната здесь очень интересная. Такая вот красивая, с картинами. Велики. Здесь вот витражные окна. Выход прям на дельфинов. Сейчас там темно. Да, видите? Залив. Выход прям на залив. Всем спокойной ночи всем. До завтра. Завтра у нас тоже интересный день. Мы поедем смотреть дом. Всем доброе утро. Хочу выйти, показать вам пеликанов. Посмотрите, сколько пеликанов. Возле лодки так красиво. Тепло, тепло на улице. Сейчас все купаются. До ноября месяца будут купаться люди. Может даже дольше. Потому что вода тёплая. Итак, мы выехали смотреть дом. Юля, расскажи, пожалуйста, что за дом? Дом в городе Санкт-Петербург находится прямо на побережье. Ну, не на побережье, а на заливе. На бэй. Со своим причалом для лодки. Мы будем его ставить на рынок на следующей неделе за 639 тысяч. Мы покажем, как он выглядит. Очень красивенький дом. Я вот, кстати, проехала поворот этот. Хотела по памяти доехать туда. Это считается одним из самых недорогих домов, если вы хотите купить дом, чтобы был со своим причалом. И очень-очень хорошие условия именно для тех, кто любит кататься на лодке, на яхтах. Потому что там очень глубокие воды и лёгкий выход в открытый океан. То есть никаких мостов. Через 5 минут и в открытом океане можно на острова разные плавать. И те, кто вот именно любят на лодках, на яхтах кататься, они просто обожают этот район в городе Санкт-Петербург. И по этой причине. И она очень-очень важная. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 639. Да. Торг уместен. Ну сколько примерно можно скинуть максимально? Ну, в зависимости, какое предложение. Если предлагают наличными, то уже более торг уместен. Ну сколько, ладно, наличными? Ну, смотря, 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 когда. 100 тысяч. Возможно? Не возможно. Не возможно. Пятёрочку, может, скинем. А-а-а. Ну да. Сара, Сарочка, ты пошла сама смотреться? Сара, тебе нравится дом? Покупаем! Покупаем, Сара? Покупаем. Это что такое? Это у нас спальная комната. Но она у нас всегда стесняется. Стесняется. В начале, да. Сара, ты что стесняешься? Пальцы не грызи. Придётся свет везде подключать, потому что у нас солнце с другой стороны. А у вас в туалете, как в японские туалеты? Ой, мы без везда не можем. Да. Не работает, Сарчик, я же все провода поубирала, чтобы провода нигде не торчат. Смотрите, какой красивый вид. Да, здесь действительно залив, марина большая очень. Так. Это, видимо, гостевая комната. Как кабинет. Здесь своя гардеробная. В каждой комнате обычно своя гардеробная. Здесь ванная комната. Ремонт красивый здесь, кстати, в ванной. Зеркало большое. Здорово. Капочка. Вот такая у вас спальня. Сара уже подружилась с хозяйкой дома. Пошли они ловить рыбу. С сетью. В общем, цена этого дома такая высокая из-за того, что есть залив с мариной. А дом сам по себе небольшой, одноэтажный. Смотрите, что там происходит. Там дельфины или... Давай выйдем. Не дельфины? А что это? Рыба плещется. Тащим. Ой, а вот еще косяк целый. Черт. Сара, вон поймали. Давай вот туда. Пойдем. Скорей, скорей, скорей. Ура. Сачок. Поймали. Поймали, поймали. О, хорошая рыба. Вообще. У меня папа так сильно... Эту не выбрасывай, Сара, это нормально. Жалила она. Это хорошая. А так, это фиш. Ты, главное, руками не трогай ее. Давай выбрасываем, быстро. Я хочу тебе рыба. Выбрасывай. Освобождай. Ура. Хорошая рыба. А это тоже освободить? Нет. Нет. Ну, съедим. А что это за рыба? Как на тунец какой-то. Ой, она без этого, без... Без шипо? Без кожуры. Без шелухи она, да. Чешуи. Она ругается. Мы хотели на мост ее ловить. Ой, жалко. Она дает сам вот этот... Если Тамара не поймает больше, то мы ее отпустим. Она еще звук какой-то издает. Ну, она воздуха хочет. У меня время не терять. Сразу с удочкой вышел вон сосед. Кто седка и кто-то... Кто седка и кто-то дождь. Но представляете, да, вы словили рыбку и тут же можете ее пожарить дома на сковородочке, либо на барбекю закинуть и все. Вода от рыбки. Класс. Да? Почему она не здесь у меня? Овсянка... Так много воды никогда не было. Овсянка не помогла. Да, он там... Мы ее сейчас в воду бросим, эту рыбку. Ух ты! Сара! Теперь ей хорошо, она дышит. Мне хорошо. Ребята, вы не поверите, но нам подарили эту рыбку, которую поймали при Саре. Сказали, что это Сарана рыба. И она должна ее съесть. И Сара сказала, да, я буду ее есть. Я пришла домой. Пожарила ее. Очень вкусно выглядит, аппетитно. Она красивая такая, беленькая, сладенькая. В общем, Сара сейчас ее будет кушать. Продолжение следует...